Более 200 школьников из пяти округов Ставропольского края и студенты краевого центра приняли участие в масштабной спортивной игре «Моноколос» по мотивам всемирно известной монополии на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Молодежи предстояло продемонстрировать не только стратегическое мышление, но и навыки по различным командным и личным спортивным дисциплинам. Мы говорим сегодня о популяризации спорта, здорового образа жизни. И нельзя сегодня говорить о популяризации чего-либо на чуждом молодежи языке. Мы сегодня понимали, что ребята любят играть, школьники, студенты, молодежь. Во что можно поиграть? В настольную игру? Как эту настольную игру преобразовать в какой-то интересный полуспортивный формат? И родилась вот эта идея. Ребята ночами рисовали эту площадку, ночами искали подрядчиков, кто может на эту авантюру вместе с нами пойти. И сегодня все это переросло уже из идеи в осязаемые черты. И это очень здорово, потому что видим, как заинтересованы ребята. Масштабы игры. 200 участников, 20 на 20 метров и только два исхода событий. Проиграть или победить. Правила довольно просты, хотя отличаются от стандартной наличием физических упражнений. На игровом поле нанесены улицы, где игровыми полями служат популярные российские спортивные клубы и бренды. А заданиями для их покупки являются спортивные упражнения, которые необходимо выполнить командам при попадании на определенное поле. Сейчас реализуется, конечно, уникальная игра. Мне кажется, это мечта многих людей, причем разных поколений, потому что монополия, она бессмертна. И здесь игра Моноколос, мне кажется, это новое будущее этой игры, конкретно для Старопольского края, потому что очень интересно. Там не просто покупка предприятий, но и возможность, соответственно, потом не просто заплатить деньги, но и выполнить какие-то спортивные упражнения, как командные, так и личные. Спортивно-развлекательная игра Моноколос направлена на развитие интереса к спорту у школьников в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Старопольского края. Игра проводится в рамках одноименного проекта Моноколос при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». У меня произошла инициатива, если мы реализуем большую игру в реальной жизни, монополию. Сначала у нас была мысль о том, что это будет поле 100 на 100 метров, потом мы понимаем о том, что будет нереально найти такую площадку. Остановились 20 на 20, продумывали полноценно все, прорисовывали поле с нуля, перерисовывали. Мы выбирали лиги самые популярные, которые могут быть в той или ином спорте. Это как волейбол, баскетбол, футбол, хоккей. Уже выбирали топ-3 лучших, находили все это логотипы, собирали все воедино. Сначала создавали уже само поле, потом продумывали действия о том, как это можно сделать еще интереснее, плюс связать со спортивным вариантом. Ранее в рамках проекта были проведены 5 выездных спартакеат для школьников в муниципальных округах Ставропольского края – Арсгирском, Петровском, Красногвардейском, Александровском и Грачевском. Моноколос – это, наверное, что-то новое, но мы растем, это, наверное, наше начало, и мы всегда ждем новых абитуриентов. И когда школьники к нам подходят и говорят, блин, а мы так хотим поступить в аграрный университет, для нас это большой показатель и самая главная отдача. Вот, потому что эмоции – это самое главное, и когда они к нам поступят, мы будем рады, что именно мы продвинули их, и мы показали им, каково бы студентам аграрного университета. Берет Катя, и вверх, а вперед, поехали. Вот, вот так, отлично. Но это снова Дубль и снова Чудыри. Динара Эфиндиева, Кирилл Ефимкин, АТВ Ставрополь.